МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе санкционерного обыска наркодилер сам выдал два пакетика с наркотическим веществом и марихуана. Он надеялся, что другие наркотики не найдут. Но на помощь милиционерам пришла служебная собака по кличке Шерри, которая состоит на службе в таможне Гомельской области. Она указала специальным сигналом на то, что еще в трех местах могут находиться наркотические средства. В итоге в доме нашли сейф, спрятанный в шкафу. Внутри обнаружили ручной фонарик, в корпусе которого находилось 15 свертков. Еще один был спрятан в футляре от весов. Весы также были с остатками вещества белого цвета, как и три приспособления и две трубки для употребления наркотических средств. Дополнила картину стеклянная кухонная дощечка, на которой была разложена феноминовая дорожка и лежащий рядом пневматический пистолет. Все изъятое в ходе обыска направлено на экспертизу для определения точного веса и типа наркотиков. Проверку пройдет и пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело. Нетрезвый водитель снес в Речице припаркованный к краю проезжей части автомобиль ГАИ с включенными проблесковыми маячками. Спецтранспорт восстановлению не подлежит. Обошлось без жертв. В ночь с пятницы на субботу сотрудники ГАИ Реческого РОВД несли службу на улице Трифоново районного центра. В момент составления административного материала на нарушителя, находившегося на проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов, на служебный автомобиль ГАИ, обозначенный аварийной сигнализацией и проблескованными маячками синего цвета, был совершен наезд автомобилем Ауди под управлением нетрезвого водителя. В результате происшествия пострадавших нет, автомобили получили значительные механические повреждения. В отношении горе-водителя было составлено три административных протокола, в том числе за езду в нетрезвом виде. Еще один водитель, будучи навеселей и к тому же лишенный водительского удостоверения за пьяную езду сроком на пять лет, развлекался, катая девушку на капоте внедорожника. В какой-то момент на процелочной дороге возле деревни Скрыгалов Мозырьского района 36-летняя пассажирка не удержалась и оказалась под колесами авто. От полученных травм она скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, семь лет лишения свободы. Очередное ЧП зафиксировано и на железной дороге. Накануне поездом Круговец-Гомель на перегоне Тереховка-Носовичи был травмирован пенсионер. 77-летний житель Витебска с многочисленными переломами госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы. Медики прикладывают максимум усилий, чтобы спасти человеку жизнь. По данному факту правоохранители проводят проверку. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. А я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует...